Привет, друзья! Снова с вами Роман Овечкин. Извините за большой перерыв. Но, честное слово, я не отдыхал. Все-таки с детьми тоже надо работать. Для начала небольшой анонс. 16 числа в 19.00 по московскому времени снова у меня будет блиц со зрителями на Лечесе. Первое. Ну, то есть, пока я трансляцию еще не подготовил. То есть, там, заставку, там, все такое. Технический директор приедет только сегодня. Возможно, и с этим связана длительная задержка. Что нет этого важного человека поблизости. Сегодня расскажу, ну, не об выступлении в этом Ярославле. Вы, наверное, уже догадались, что о нем я достаточно сообщил информации. Ну, именно о своем выступлении. Вот. Сегодня расскажу о том дебюте, который мне очень сильно нравится. Об одном из вариантов защиты карака. Точнее сказать, продолжу рассказ. То есть, я об атаке Панова уже один ролик делал. И не один, может быть, даже. И это будет очередной ролик. То есть, вот в этой позиции. Понятно, что основной ход здесь ферзь b3. Следующий ход по силе. Основной считается сильнейший ферзь b3. Следующий ход cb. Мы видели, что вполне возможен здесь ход слон g7. Вполне возможен. Черные жертвуют пешку. Ну, рассчитывают ее потом отыграть. Рокировка. Конь d7, конь b6, конь бьет d5. А если белые в какой-то момент сыграют ферзь b3, то произойдет переход к известному варианту. Ну, да, и партию мы видели фральянов-витюгов в одном из моих роликов. По-моему, именно этот вариант был. Но мне нравится взятие конем на d5. Все-таки вот в отличие от хода ферзь b3, где белые выигрывают пешку d5, здесь черные не обязаны ее отдавать. У белых здесь два основных хода. Слон c4 и ферзь b3. Оба хода таят немало ядов. То есть, после слона c4, конь b6, слон b3, слон g7. Черные уже пытаются перехватить инициативу, давя на пешку d4. Ну, вот тот же фральянов, например, меня вот в этом варианте сумел обыграть. Хотя позиция была равная. Извините, забыл вклеить эту партию сюда. Хотя она может потребует каких-то комментариев. Может быть, я ее отдельным роликом потом пущу. Вот. В этой партии мой противник. Кандидат мастера спорта из Ижевска. В 2009 году за команду. То есть, это был командный турнир. 2009 год, видимо. Если не изменяет память Дагомысе. Избрал со мной ход ферз b3. Ход тоже коварный. Но идея белых проста. На конь бьет c3, если я не ошибаюсь, конечно. Они хотят сыграть слон c4. Вызвать e6. И теперь у черных некоторые проблемы с развитием. На слон g7 будет слон a3. На слон d6 слон h6. Ну и вот, допустим, если белые хотят сделать ничью, то, может быть, этого вполне уже и достаточно. Поэтому, конечно, конь ушел на b6. Игра более сложная. Черные напали на пешку d4. У меня нет уверенности, что прямо сейчас они ее хотят взять. Может быть, сначала слон g7 и рокировку все-таки хотят сделать. Тем не менее, от хода кони в 3 белые отказались. Они сыграли здесь d5. d5, двинули пешку вперед и стеснили наши ряды. Ход слон b5 еще есть. Так, против меня играл в далеком 98-м году в полуфинале первенства России в Перми. В базе почему-то партия дается, как будто сыгранная в Пскове. Играл молодой международный мастер. Ну, тогда молодой. Тогда все мы были молодые. Виталий Шинкевич. Один из сильнейших пермских шахматистов. С ним партия развивалась так. Здесь есть у белых ход конь e5. После чего, на мой взгляд, позиция равная. Белые сделали рокировку. И черным удалось решить проблемы с пешкой e7. Заблокировать пешку d4. И подготовить ее осаду. После неудачного a4. Теперь ферзь бьет b7 нету. Ладья b8 взяли на b2. У черных очень комфортная позиция. Но вот в этот момент, после ладья d1, вместо естественного хода ферзь e4. Или другого хода, который мне тоже очень сильно нравится. А6. Такой неторопливый ход. Сейчас ладья d7, ладья fd8, допустим. А двигать f4 или g4 можно определить и попозже. Вот. Здесь непонятно из каких соображений я дернулся f4. И чуть не проиграл партию. Потому что слон оказался связан. Лишняя пешка никуда не идет. А вот черный король как-то внушает опасение его положения. И в этой позиции где-то я быстро предложил ничью, пока ничего не зевнул. Ну а мой противник согласился. И в общем-то мы оба были довольны результатом. Теперь перейдем, вернемся к партии, которую мы начали смотреть. Что-то я углубился немножко, извините. Это следствие, наверное, тоже усталости. Здесь мой противник сыграл d5. Руслан Панеев из Ижевска. Да, захватил пространство. Сложи 7, ход обязательный. Теперь белые пытаются укрепить. Пешка, ну черные так ненавязчиво напали на c3 и на d5. Я тоже не уверен, что я бы взял эту пешку. Тем не менее, ход ладья d1 очень естественный, очень логичный. Пешка d5 укреплена. При случае она готова двинуться вперед. То есть черным надо найти очень точную расстановку. Ну, на мой взгляд, мне это удалось сделать. Конь a6, фигуры развивать надо. И ферз d6. Вот эта позиция встретилась в партии Камского. В одной из партий Камского. Эту партию я тоже привел. Вы сможете ее полностью посмотреть, скачав файлик под роликом. Ссылка на который дается под роликом. Вот. И тоже черные перевели коня на a4. Это было, если не ошибаюсь, в 2004 или в году. То есть несколько ранее. Может быть я эту партию даже когда-то видел. Камского. То есть здесь у черных чуть-чуть поприятней. Сейчас по линии c они готовы зайти. Лишние фигуры разменены. Пешка d5 заблокирована. Пешку d6 достать не так просто. То есть такая грюнфельдовская позиция скорее. Ну и у меня в партии было примерно то же самое. Только мой противник здесь сыграл слон d4. Размен чернопольных слонов с одной стороны выгоден белым. Потому что все-таки черный король ослаблен. Слон g7 очень активен. А с другой стороны белым не удалось его добиться. Как это не странно звучит. Последовала конь c5. Конь a4. И теперь после размена на d6. Если белые... Ну они конечно могут разменяться на g7. Но тогда будет угрожать не только конь бьет b2. Но и конь бьет c3. После чего пешку c3 очень легко атаковать. А после конь e4. Ну был возможен размен на a4. В этом случае тоже инициатива принадлежит черным. Угрожает ладья c2 например. Ну сразу после размена на d4. Не знаю. Может быть угрожает слон g4 с идеей оставить белым слона упирающегося в пешку d5. Против коня a4. То есть здесь белым надо еще проявить... А угрожает конь бьет b2 конечно в первую очередь. И на ладья b1 ладья c2. Белых требуется на мой взгляд немало аккуратных чтобы уравнять. После же конь e4 неожиданно выяснилось, что черные не опасаются хода конь f6. Да, в партии последовало слон бьет b2. Потому что висит ладья на d1. Если она отойдет на d2, то последует конь c4. И в общем белым не до попадания на поле f6. Обратите внимание на короля e1. Противник Камского его эвакуировал. А мой противник забыл. И от этого все беды. И после слона бьет b2 тоже. То есть белые забрали центральную пешку. Но конечно стоило рокировать. Хотя в этом случае черные получали вот таким вот нехитрым способом. Поставив слонок на линию а. Здоровую лишнюю пешку. И сейчас хотят пойти ладья c8. И начать вползать на поле c2. Также и пешка d5 еще у белых в опасности. В общем до равенства очень далеко. После же конь бьет d6. То есть на мой взгляд был неплохой ход слона a4 в этой позиции. Я сыграл слон c3 шаг. И белый король надолго выключил ладью h1 из игры. Ну дальше уже дело очень несложной техники. Ладья b8. У меня почему-то записан какой-то очень интересный вариант. Который я мог применить. Загнать еще коня не пойми куда. Вместо этого последовала менее точная ладья ab8. Сейчас белые могли взять на c3. Но без ладья h1 их позиция в общем-то внушает серьезные опасения. После конь d6 они, ну, белые хотели как-то... Не знаю, что они хотели. Потеряли два темпа на самом деле. Улучшили черное положение ладь. А обманывать вас я не хочу. Не знаю, что хотели. Теперь пешка d5 в огромной опасности. Угрожает слон a4 и ладья бьет d5. То есть позиция белых стала проигранной. На d6 был слон c6. И потом черные всеми силами займутся отнятием пешки d6. Или отъемом, как правило. А после конь e1 она полетела сразу. Более того, в ответ на конь c5 последовало слон c6 с угрозой конь e3 шаг. Так, ладья h1 в игру не входит. Дальше достаточно понятное добивание. Фе нельзя из-за ладья бьет d2. На e3 брать нельзя из-за слона c6 шаг. И теряется ладья на d2. Теперь висит ладья. У нее единственное разумное отступление на c2. Потому что на ладья d1 последует конь b2. Теперь висит конь на d3. Его надо защищать. Ну и тут можно было сыграть. Конь бьет d3. И на конь бьет d3 слон a4. Ну и после b6. В общем-то белым не позавидуешь. Конь вынужден отступить. Да, теряется пешка a4. Поэтому отступать надо на b3. Чтобы не потерять еще ладью. И в общем дальше следует добивание. Все пешки висят. Конь связаны. Король мечется под обстрелом ладей слону. Сама партия может быть Не очень такая содержательная. Белые достаточно быстро допустили грубую ошибку. Но я включил на всякий случай еще парочку. Чтобы вы посмотрели. И объяснил какой план помогает черным получить удобную игру. В случае расстановки выбранной моим противником в этой партии. Итак. Еще раз. Не помню. Я в начале ролика анонс сделал или нет. 16 июля. Середину лета буду праздновать. Блицом со зрителями наличьей. Да. Сделал. В 19.00 по Москве. Помню. В начале сделал. Ну и в конце сделал. Все. Спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Ивечкин. До новых встреч.